1 июня в Одинцовском округе стартовал купальный сезон. С наступлением жары жители муниципалитета устремились к водоемам. Не только позагорать, но и поплавать можно в трех зонах отдыха на пляже Рублева и на территории пансионатов Поляны и Лесные Дали. Нам нужно разобраться еще раз по стандарту, все ли соответствует, что мы можем успеть сделать за июль месяц и довести до стандарта там, где что-то не хватает. Но, естественно, более серьезная масштабная работа запланировать уже на период следующего купального сезона. Отребований к пляжам немало. Они закреплены в гости, приказе МЧС и постановлении правительства региона. Обязательно на объекте должны быть разрешительная документация и различные элементы благоустройства и безопасности. От буйков, душевых кабин и киосков до видеонаблюдения медицинского пункта и спасательного поста с лодкой. Пока только пляж Рублева соответствует стандарту, в остальных зонах отдыха недочеты в ближайшее время обещают устранить. На пляжах силами руководителей объектов, это у них обеспечивается спасательными постами. В местах зонах отдыха у нас работает АСФ. Мы здесь на берегу реки Москва развернули. Здесь у нас АСФ присутствует со всеми элементами. Можно пройти, посмотреть их оснащение. В прошлом году мы их достаточно укомплектовали. Еще в 10 зонах отдыха у водоемов в Одинцовском округе можно позагорать. Купаться запрещено. Но особую тревогу у безопасников вызывают места несанкционированного отдыха жителей. Таких порядка 70. В основном это песчаные карьеры. Это может быть даже пожарные водоемы или просто водоемы где-то на территории СНТ. Частые гости в местах несанкционированного отдыха, сотрудники теруправлений и государственной инспекции по маломерным судам, полицейские, волонтеры. Патрулирование этих территорий проводится регулярно, чтобы не допустить трагедии. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.